Неделя в эфире. Здравствуйте, с вами Татьяна Ленкова. Последние календарные семь дней оказались непростыми и богатыми на события. Взрыв в административном здании на Томилинской. Новый поворот в деле известного предпринимателя Виктора Аниди. Александру Реймеру дали 8 лет. Зауральные рощи на хулиганили вандалы. Президент провел прямую линию. Но и главное, настоящее жаркое лето опять так и не наступило. В программе подробно будем говорить вот о чем. По следам массовых выступлений 12 июня. Кто выходил на митинги? Есть ли в Оренбурге оппозиция? Чего хочет молодежь и на что она способна? Уход начальника Оренбургского управления пассажирского транспорта Пазулина. Ушел или ушли? И какие перспективы у местного рынка перевозок? Накануне праздника о разном. Работа врача, нагрузка и зарплата. Где равновесие и почему столько вакансий в наших больницах? Темы событий недели обсудим вместе с депутатом законодательного собрания Владимиром Фроловым и руководителем информационно-аналитического управления администрации Оренбурга Ольгой Лопатинской. В ночь с четверга на пятницу часть Оренбурга встряхнула. В административном здании на Томилинской прогремел взрыв. От удара в трехэтажном здании произошло обрушение перекрытия между первым и вторым этажами. К сожалению, пострадал один человек. В Томилинской 237 в этом здании располагается большое количество офисов. Предположительно, взрыв произошел в круглосуточном магазине. Правда, на тот момент он не работал. Последние два дня он был закрыт на ремонт. Известно, что внутри здания пострадали перекрытия вокруг сажи и обломки. Спасатели во время тушения пожара обнаружили пострадавшего мужчину. 40-летний Оренбуржец с ожогами был госпитализирован в реанимацию 4-й городской больницы. Сейчас ведется расследование. Специалисты пожарно-испытательной лаборатории, оперативники и исследователи пытаются установить причину произошедшего. По неофициальной информации, произошел взрыв газового баллона. Не крякали, но собрались вновь и даже увеличили численность. Митинги в стране против коррупции в день страны состоялись. Даже несмотря на то, что идейный вдохновитель Алексей Навальный так и не попал на свое мероприятие. Арестовали на выходе из подъезда. Говорят, что это даже добавило больше интриги и привлекло больше внимания к акциям протеста. В Оренбурге День России выйти на акцию против коррупции посчитали необходимым 900 человек. Это в три раза больше, чем в прошлый раз. Были и мои коллеги. Захотелось все увидеть и своими глазами. И так уж получилось, что мы попали в те пресловутые 2%, о которых говорил уважаемый для кого-то журналист Владимир Соловьев. Правда, контекст был неприятный. Вышедших на эти акции протест он назвал, цитата, Эти два процента дерьма считают, что они здесь власть. Пообщавшись с участниками акции, скажу нет, не считают. И телефонов дорогих у них не было. И вещей. Просто они говорили, что хотят получать достойную зарплату и не платить за теплое место где-нибудь. Как-то так. Молодежь и люди постарше, с принадлежностью к другим партиям. В этот раз акция против коррупции выглядела активнее. Хотя программы мероприятий не было, микрофон был доступен для всех. И пусть дождь внес коррективы, но основную мысль, которую начали организаторы высказывать еще 26 марта, вновь пытались донести до собравшихся. С поддержкой выступили некоторые представители от парламентской оппозиции. Правда, не со сцены, а на камеру. Митинг завершился спокойно. Претензии со стороны полиции были лишь к одному из участников, который запустил фадрокоптер. Те люди, которые 12 июня пришли на митинг, организованные, скажем так, Навальным или его сторонниками здесь в городе Оренбурге, я специально подошел туда, вначале принял участие, посмотрел. Это простые наши оренбургцы, студенты, как правило, в основном совершеннолетнего возраста. Ну, небольшое количество людей было пожилых, скажем так. В основном это молодежь и средний возраст. Это простые люди, это граждане России, это те люди, которые просто вот не хотят так жить. Вот не хотят так жить. И я так не хочу жить. Поэтому и семья моя так не хочет жить. И также миллионы-миллионы наших сограждан Российской Федерации так не хотят жить. Стоит отметить, что такого бурного обсуждения в сети или блогах акция 12 июня по сравнению с мартовскими выступлениями не получила. Видимо, поэтому стали активнее звучать вопросы, а есть ли вообще оппозиция в стране. Оренбургские журналисты, социологи и политологи в рамках одного собрания попытались найти ответ на местном уровне. Прозвучало, пожалуй, основное мнение. В этот раз не было конкретной повестки, конкретных фактов коррупции, против чего и стоит выходить. С этим согласны некоторые наши эксперты, но не все. Нет какой-то реальной программы и перечни действий, что делают эти люди. То есть просто вывести народ на митинги, сказать у нас все плохо. Но это же не конструктив, это же не решение проблемы. В принципе, так невозможно проблемы решать, на баррикадах никогда ничего позитивного не будет. Поэтому мне кажется, что люди, которые просто сегодня не удовлетворены чем-то, может быть, обижены, что-то, может быть, там не получается. То есть вот этот, безусловно, протестный электоракт, так скажем. Нет какой-то конкретной причины, почему плохо. Просто вот общий настрой. Вот они, наверное, оказались там. Оппозиция есть в Оренбурге, Оренбургской области. К сожалению, в последний год она все более размывается. Скажем, парламентская оппозиция теряет свои позиции в законодательном собрании и вообще в работе с людьми. Все меньше проходит, скажем так, публичных мероприятий, скажем так, на острие повестки дня. Все меньше выступлений в законодательном собрании тех представителей, скажем так, оппозиции, которые раньше пытались что-то сделать. Мало того, еще и голосование оппозиции сегодня абсолютно разрозненное, потому что кто-то уже решил подыгрывать власти, кто-то решил не портить с ними отношения. Поэтому смотришь на голосование и получается, что остается 2-3 человека. ОМОНу расслабляться не пришлось на этой неделе. Усиление было в день митингов. Поработали и в середине недели, правда уже в Абдулино. В администрацию Абдулинского городского округа в четверг наведался наряд. Там работали представители всех силовых структур и следственных органов. Возможно, в том числе происходило изъятие документов. Фотографии появились на сайте Рея-56. Их прислали местные жители. По словам людей, здание администрации по периметру патрулировали бойцы ОМОН, что искали, у кого все держалось в секрете. В Следственном комитете УМВД и ФСБ никак не комментировали происходящее. Отказались говорить и с журналистами в самой администрации муниципалитета. Позже стало известно, что задержали первого заместителя главы Абдулинского округа. Тут же появился в СМИ комментарий Юрия Берга о происходящем. Малоисполнительные власти и губернатор лично все держит под контролем и не допустит фактов коррупции и казнократства. А разве может быть иначе в принципе? Получается, да, если об этом приходится напоминать. Кстати, на этой неделе стало известно, что президент наградил главу нашего региона Юрия Берга орденом почета. Сказано за достигнутые в работе успехи и многолетнюю добросовестную трудовую деятельность. Указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Похоже, губернатор на хорошем счету и никакие кардинальные кадровые решения области не грозят. А вот в городе кадры поменялись. Об этом будем говорить во второй части программы. Перевозчики в замешательстве в городской администрации вновь громкие перестановки. Очередь дошла до управления пассажирского транспорта. Крупные транспортные компании замерли в опасении передела рынка. Тем временем Максим Фазулин отправлен в отпуск, а с понедельника он официально безработный. Писать соответствующее заявление было для него полной неожиданностью, признался он сам. Максим Фазулин занял должность начальника управления пассажирского транспорта администрации города Оренбурга в 2011 году. Он был одним из новых управленцев, пришедшего тогда к власти сети-менеджера Евгения Рапова. Прием проходили скандальные конкурсы, но основная часть маршрутов осталась также в руках крупных предпринимателей. Кандидатом на пост начальника управления пассажирского транспорта выступает представитель бизнеса некий Дмитрий Анисимов. В неофициальной беседе с нашим корреспондентом он поделился своими планами. Надо наводить порядок, оптимизировать, уменьшать траты. Задачи поставлены главой четкие. Вывести предприятие с убыточного хотя бы с нулевой рентабельностью, чтобы город не тратил денег на субсидирование. Сокращение расходов, увеличение доходов и о населении не надо забывать. Люди должны ездить на транспорте, который отвечает условиям безопасности и комфорта. Надо помнить и о малоподвижных инвалидах, матерях с детьми. Я думаю, все у нас получится. Я даже больше, чем уверен. Нарушение в муниципальном пассажирском транспорте города Оренбурга огромное и кричащее. Все есть заключение счетной палаты Оренбургской области. Никаких конкурсов в соответствии с законом, как они должны проходить, не было проведено. Маршруты фактически сегодня используются администрации города, скажем так, по своему мнению, потому что они так решили. Я думаю, что уход начальника управления связан с этим. Тем временем перевозчики подозревают, за благими намерениями потенциального нового руководителя транспортного цеха Оренбурга может скрываться интерес крупного бизнеса. Например, через какое-то время после назначения на рынок пассажирских перевозок приходит новый человек. И, возможно, на условиях софинансирования получает возможность единолично контролировать эту якобы прибыльную сферу. Но пока местные перевозчики на кадровой перестановке смотрят с надеждой. Только поменялся начальник управления пассажирского транспорта. Да, это волнительно. Евгений Сергеевич, он все-таки как бы смог примирить участников с муниципалитетом. Именно его команда это сделала. Я думаю, что пришедший вновь начальник управления пассажирского транспорта будет вот это продолжать все. Кадры решают все. И, конечно же, любые такие серьезные перестановки, как начальник управления, они, наверное, как-то повлияют в целом на отрасль. С положительной стороны, с отрицательной стороны покажет время. Время покажет, да. Все эти изменения должны быть только в положительную сторону, только для людей и только для улучшения. А кто это будет реализовывать? Мы от автотранспортного союза создали стандарт. С чем связаны перестановки? С чем именно был несогласен Фазулин? И за какие заслуги на его место придет Дмитрий Анисимов? Связана ли смена кадров с переделом на рынке пассажирских перевозок, чьи интересы будет защищать новый руководитель? Пока ответы на эти вопросы знают немногие. Но, думаю, время все прояснит. Сейчас, как мне кажется, в последние годы достаточно полномерно наблюдалось ослабление позиций муниципального транспорта. По-разному можно к этому относиться. В интернете пишут, что ну и что, муниципальное должно быть убыточным. Вот мое субъективное, наверное, мнение, но моя твердая позиция в том, что муниципальное не должно быть убыточным. А почему? И чем более успешен будет муниципальный транспорт, тем больше будут защищены горожане от каких-то потрясений в этой сфере. Скорее всего, есть желание увеличить для определенных перевозчиков благоприятные условия работы, а фактически захват других маршрутов для получения больше выгоды и прибыли в работе, доходов. Вполне возможно, что придет новый человек, который решит, скажем так, организовать все перевозки через какую-то компанию. Ну, наверное, ему только известно. Перевозчики переживают, а медики в это время празднуют. Профессиональный праздник врачей и медсестер – один из самых почитаемых. В больнице стекаются бывшие и настоящие пациенты с конфетами, цветами, пакетами, презентами, просьбы не путать со взятками. И с благодарностью смотрят и говорят теплые слова. И вот в этот момент наши врачи все забывают. И то, что работают на износ, и то, что порой получают смешные суммы. Хотя в последнее время стали все больше говорить, что зарплаты врачей растут, особенно на этой предпраздничной неделе. По официальной статистике, российские медработники в среднем получают 35 тысяч рублей, оренбургские – 32 тысячи. Однако в реальности их доход на 10 тысяч меньше. Исследование Академии труда и социальных отношений показало, что каждый пятый медработник вынужден трудиться более 60 часов в неделю, тогда как положено 40. Даже с учетом всех возможных подработок, медики по факту в среднем получают 28 с половиной тысяч рублей. Красивые цифры официальной статистики же вырисовываются, потому что в ней учитываются доходы главных врачей и специалистов, занятых в частной медицине. Почему наши медики так много работают и порой так мало получают? Почему заработать в медицине могут единицы, а узких специалистов катастрофически не хватает? И что нужно делать, чтобы рядовой доктор мог себе позволить в этой жизни чуть больше? Об этом моя коллега Екатерина Сдвижкова говорила с главным врачом детской клинической больницы Салимом Челаяном в программе «Эхо неделя». Вот фрагменты. Вот вы говорите, кадры, ваше все. Почему получается, что в вашу клинику идут с удовольствием высокопрофессиональные люди работать, тогда как в других медицинских учреждениях неукомплектованы? Я, наверное, не так опять бы ответил на вопрос. Вакансии сегодня, к сожалению, есть везде. И в том числе и у нас. У нас проблема с участковой службой. Она так и остается. Если вот в районы можно было стимулировать сегодня земским доктором с выплатой миллион рублей, а в городах это не работает. Наверное, неспроста молодежь не идет в участковые терапевты. Это очень сложная, трудная работа. Это 24 часа практически лечебное учреждение должно находиться в состоянии обеспечить помощь медицинскую. Если по ночам это скорая помощь, а все рабочее время это наши доктора, участковые доктора. То есть и взрослые, и детские. То есть несмотря на погоду, в семьи, куда приходишь. И не каждый сегодня может прийти работать участковыми врачами. Поэтому надо к этому готовиться. Но мы со своей стороны стараемся создать условия. Мы стараемся выделить участковую службу, первичное звено. И в заработной плате, и в оснащении, и так далее. Но здесь все равно должен быть какой-то государственный подход к этому решению проблемы. Вот что нужно для того, чтобы врачи молодые, выпускаясь из университета, знали, что они могут, что они хотят, что они будут пристроены и будут иметь свои кусок хлеба. Я обращаюсь ко всем молодым специалистам. Приходите, будем говорить, разговаривать. Молодой специалист должен иметь возможность общаться с руководителем. Говорить о своих проблемах, о пожеланиях. Мы со своей стороны будем разговаривать и говорить, что мы можем сделать. То есть диалог нужен в любом случае. Но диалогом невозможно все решить? Вот маленькие зарплаты там те же. Ну почему же опять же маленькие зарплаты? У нас все же прозрачное. Дается оклад. И потом стимулирующее. Что такое стимулирующее? Это лечебное учреждение. Каждое лечебное учреждение имеет совет некий. Называют по-разному. Где обсуждается. А. Как он работает. Сколько он работает. Как он относится к пациентам. Насколько грамоты лечит. Да? Эти критерии есть. Мы же для чего эти критерии ввели? Чтобы было качественно обслуживание пациента. Если доктор по каким-то причинам не соответствует, он получает минимальную заработную плату. В данном случае 20 тысяч. А другой доктор, который работает больше, лучше и качественно, получает больше. Ну это норма. Это необходимость. Как по вашему мнению, все делается правильно у нас в стране, в этой сфере, в правильном направлении? Вы знаете, у меня такое ощущение, что мы в ринге, да? И вот я как доктор... Ну просто у нас разговор так складывается, что в общем-то все в целом нормально, но... Нет, нет. Вот глава администрации транспорт, создание условия, проживание для докторов и так далее, да? Общество вместе с здравоохранением должны совместно создавать условия, чтобы было бы пациенту хорошо и врачу. Объективно, абсолютно. Единственное, вот у меня тоже есть мнение по поводу молодых специалистов. И мне кажется, это не только медицины касается. Вообще общая тенденция сейчас. Молодые люди, которые приходят, они первым делом что они спрашивают? А сколько мне будут платить? Они не отвечают на вопрос, а что я умею делать? И здесь медицина, вот как никто, мне кажется, должны очень правильно подходить к этому вопросу. Вот любого врача, который проработал там 30-40-50 лет, его спроси, где он начинал. Он скажет, я начинал с участкового. То есть это было нормой когда-то, что молодой специалист приходит лет 5-7, как минимум, работает участковым. Он работает не для того, чтобы подзаработать себе какой-то капитал. Ну, медицина и педагогика, да, это все-таки миссии больше такие. Естественно, он приходит для того, чтобы максимально научиться лечить. Противоречиво и нечестно. Вот Салим Бахчуевич, как главный врач, большой медопыт, говорит о желании работать с молодыми кадрами, о том, что вот города сегодня не имеют, программой не входит земский доктор, что не идут выпускники сегодня, медики нашей, так сказать, академии медицинской в работу, ну скажем так, на территории, да, особенно первичное звено. Если не будет поддержки молодого специалиста, где бы то ни было, в какой бы территории он не работал, значит, и тогда, когда, вот он говорит, это вот решает зарплату коллектив там, профсоюзной организации, лукавит. И еще один момент оказался интересным на этой неделе. В городе будут ремонтировать скейт-парк. Об этом гордо заявили в администрации Оренбурга. В парке на Парковом проспекте есть зона, специально предназначенная для тех, кто любит с ветерком преодолевать преграды на скейтбордах и BMX. Приятная новость. Вот только появилась она после того, как сами любители попрыгать на байках и скейтах заявили, что возьмутся за ремонт своими силами, потому что в городе отказали. Сейчас на площадке кататься просто опасно. Каждый год ребята что-то подделывают сами, реставрируют сооружение. Но в этом году назрел уже капитальный ремонт. Молодежь говорит, что в администрации недели раньше сказали, что не имеют отношения к территории и на помощь могут подростки не рассчитывать. Они публично заявили, что будут ремонтировать самостоятельно, попросили помощи у простых людей. Но тут вдруг чиновники вспомнили, что как раз давно собирались навести порядок и готовы приступить к работам хоть завтра. Пусть так, но детям помогут. Но каждый раз не перестаешь удивляться системе, когда помощь от государства в области города приходит только после того, как о проблеме узнают все. А потом чиновники отчитаются и в заслуги себе запишут. Расскажем на следующей неделе. О заслугах губернатора речь по традиции назовут докладом и прочтет ее Юрий Берг 20 июня. Ждем и других новостей. Пусть они будут хорошими. До встречи через неделю. Субтитры подогнал «Симон»